Всем привет, ребят! Меня зовут Оля Перчик и добро пожаловать на мой канал! Сегодня я решила разбавить немножко контент и снять разговорное новогоднее видео, а точнее снять реакцию на... Мы с вами будем смотреть полный кринж, который называется «Письма Деду Морозу». Писал ли ты письма Деду Морозу? Я постоянно писала письма. Хоть я, если честно, рано в него перестала верить, потому что мои родители спалились. Вот тут шерстяная шкура жрет елку. Ну а мы погнали смотреть видос. Дорогой Дед Мороз, как ты поживаешь? Я тут подумала, если ты не можешь мне купить то, что я хочу, расслабься. Просто подари мне много денег. Матвей. Этот Матвей шарит, что нужно писать Деду Морозу, потому что как бы все правильно. Дед Мороз, елки у нас нет, поэтому положи мой подарок на стол и не забыть закрыть за собой форточку. На столе лежит коробка конфет. Все не ешь, это мой подарок из садика. Какой щедрый мальчик. Правда, здесь не подписано, это кто. Но блин, я бы из садика никогда бы не поделилась подарком с Дедом Морозом. Кстати, пишите, какая у вас стоит елка. Я очень люблю настоящие елки, от них так пахнет вкусным ароматом елки. А вот это тут вообще хорошая просьба. Дорогой Дед Мороз, сделай так, чтобы родители меня слушались. Хотя бы в Новый год. Представляете, если бы родители вдруг в Новый год стали детьми, а мы бы стали родителями. Это же, получается, дети бы все готовили, следили, чтобы отец много не набрался и не уснул раньше времени под елкой. Не знаю, я бы не хотела. Дед Мороз, я хочу собаку, которая какает мороженым. Собака, которая будет какать мороженым. Наверное, ему будет попадаться только шоколадное мороженое. Дорогой Дедушка Мороз, в этом году я хорошо себя вел. Положи мне под елочку летающую тарелку с пришельцами. Ярик, 5 лет. Да, какие-то странные просьбы у Ярика, 5 лет. Дорогой Дедушка Мороз, лучше бы тебе перенести мою пони в этом году. Или будут последствия. Но вот это, видать, уже видно, что... Барсик, что вы думаете, он просто так пришел? Он пришел жрать опять елку. Кажется, этого мальчика столько уже динамил Дед Мороз, что он уже угрожать стал. Это нормально. Дед Мороз, срочно принеси ему пони и моему коту. Здравствуй, Дедушка Мороз. Я был хорошим мальчиком. И за свое поведение я хочу получить... Внимание. Полицейский участок. Спасибо. Эдем, 3 года. Дорогой Дедушка Мороз, меня зовут Валерия. Привези мне, пожалуйста, босоножки, шахматы, чехол для планшета. Это уже три. Сенсорный телефон. Роме принеси робота на пульту. А маме золотой браслет и фотоаппарат. А у папы есть мама. Смотрите, вот смотрите, я же не вру. Вот смотрите, что он делает. Вот смотрите. А тебя не видно? Сейчас я вам покажу, что этот гад делает, пока я снимаю видео. Что ты делаешь, Барсик? Барсик, что ты делаешь? Слезь, пожалуйста, пожалуйста, слезь и не беси. Ну, возвращаемся, короче, к письмам. Дед Мороз, я хочу айпад, второй воздушный пистолетик и очки ночного видения. И никакой одежды. Каждый Дед Мороз каждый год дарил мальчику одежду, и он больше не хочет этого. Но вообще, как бы, воздушный пистолетик это как? Пишите в комментариях, что такое воздушный пистолетик. Я тебя сильно прошу, принеси маме и папе подарки. Маме кружку, духи, шампунь. Папе кружку, шампунь, пиво классическое. Пошел жрать гирлянду. Наелся елку, теперь решил есть гирлянду. Барсик, так попробуй. Во всяком случае, этот ребенок намного заботливее того, который написал, что у папы есть мама и все. Здравствуй, Дедушка Мороз. Меня зовут Лера. Мне почти три с половиной года. Я еще не умею писать, поэтому мне помогает мама. Я живу с мамой, бабушкой, дедушкой. И с Артем. И с Артемкой. У меня есть кот Григорий и попугайчик Даша. Я хожу в садик, мне тут нравится. Еще я очень люблю рисовать и нарисовала тебе рисунок. Мне хочется поздравить тебя с наступающим Новым Годом. И пожелать тебе крепкого здоровья. А еще сил тебе и твоим помощникам. Ведь так много подарков надо разносить к празднику. Мне очень нравится мультик. И сказка про Золушку. И очень бы хотелось получить подарок куклу, похожую на Золушку. Я очень жду праздника. До свидания, Дедушка Мороз. И передавай большой привет своей внучке Снегурочке Лер. Здесь идеальное письмо. Сразу видно, что мама помогала. А вообще, примерно такое письмо я и писала Деду Морозу тоже. Дорогой Дедушка Мороз. Все, что я хочу на Новый Год. Фаршированная курочка. Вася. Сразу видно, что Вася по-любому это мальчик. Хотя у меня была подружка Василиса. Ее звали Вася. Фаршированную курочку. Ну, 100% мог попросить только мальчик. Кстати, напишите комментарий, что вы планируете подарить своим родителям. Я ничего. Дорогой Дедушка Мороз. Подари мне, пожалуйста, красивую куклу. Приходи в гости на Новый Год. Лена, 5 лет. Кстати, а к вам приходил Дед Мороз? Пишите комментарий. У меня столько всего интересного про вас хочу знать, как у вас проходит Новый Год. Ко мне приходил Дед Мороз. Я даже рассказывала стих. Вставала на табуретку и таким важным видом все забыла. Дедушка Мороз, спасибо тебе за то, что в прошлом году подарил мне братика. Я хорошо себя ввел и прошу в этом году подарить мне много роботов-тараканов. Я на тебя надеюсь. Твой, кто твой, яб, яб. Роботов-тараканов. Дорогой Дедушка Мороз, я хочу сюрприз, но только не майку, как в прошлом году. Виктор Кэ, 8 лет. Уважаемый Дед Мороз, у меня к тебе просьба. Если ты меня смотришь, пожалуйста, перестань дарить детям одежду. Ну, это уже ненормально. Уже второй ребенок жалуется, что ты даришь одежду, что это такое. Ну, блин, я посмотрела тикток, у меня заклинила песня. Это Джоли-би-бэйби. Джоли-би-бэйби. Здравствуй, Дедушка Мороз. Меня зовут Никита. У меня брат Никита. Мне 5 лет, и я жду тебя в гости. Я мечтаю получить в подарок магнитный конструктор с разноцветными стеклышками и машинку. Никита. Хороший такой, хорошая такая, хорошая такое доброе письмо. Здравствуй, Дедушка Мороз. Поздравляю тебя с Новым Годом. Я знаю, что ты волшебник и можешь исполнить любое желание. Подари мне, пожалуйста, клюшки, моей сестре телефон, а маме с папой лыжи. Дед Мороз, я тебя очень люблю. Исаев Дима. Ну да. А что, тоже хорошее письмо. Тоже добрый мальчик Дима всем попросил подарки. Молодец. Деду Морозу и Снегурочке. Дорогие Дед Мороз и Снегурочка. Этот год я провела отлично. А у вас как дела? У меня и сестры есть вопрос. У вас там в Великом Устюге зимой очень холодно или нет? На Новый Год я очень хочу сенсорный телефон. С нетерпением буду ждать встречи с тобой. Я даже спать не буду вместе со Снегурочкой. Что? Я даже спать не буду вместе со Снегурочкой. Буду ждать вас... А, вместе со Снегурочкой буду ждать вас очень-очень. С Новым Годом. Блин, я-то подумала. Куда завела меня фантазия. Вот такие вот веселые письма у нас получились. Я думаю, даже не веселые, а такие они забавные, милые. И это все так здорово, когда ты еще... У тебя детство и ты веришь в чудо. Поэтому, ребята, обязательно верьте в чудо. И помните, что время очень быстро летит. И наслажайтесь каждым мигом вашей жизни. Ну и обязательно жду ваших комментариев. Я все читаю, все лайкаю. Люблю вас, всех целую, обнимаю. Пока!